В крае продолжается прививочная кампания от гриппа. Менее чем за месяц уже провакцинировались порядка 700 тысяч человек. Почему важно сделать прививку именно сейчас и где привиться могут славянцы, мы расскажем в следующем материале выпуска. Грипп – это инфекционное заболевание дыхательных путей, передающееся воздушно-капельным путем. Источник инфекции – больной человек, который опасен для окружающих до 7 дней от начала заболевания. Основные симптомы гриппа – это резкий подъем температуры тела, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль, жжение в горле, сухой кашель и затрудненное учащенное дыхание, слабость, желудочно-кишечные расстройства, боль при движении глаз, включая острую реакцию на свет. Грипп очень опасен своими осложнениями, которые подразделяют на две группы. Первая – это связанная непосредственно с течением гриппа, и вторая – с присоединением вторичной бактериальной инфекции. Симптомы первой группы развиваются обычно в первые и вторые сутки болезни. Это геморрагический отек легких, серозные менингиты. Возможен инфекционно-токсический шок у детей, при высокой лихорадке могут возникнуть фибрильные судороги. Вторая группа осложнений развивается на третьи и пятые сутки болезни. Это в пневмонии, атиты, синуситы, гнойные менингиты, септические состояния. Бактериальные осложнения обычно развиваются после того, как больной почувствует себя лучше. Потом снова поднимается температура, появляется кашель с мокротой, боли в груди и другие симптомы. Лучшая защита от гриппа – это, конечно же, вакцинация. Во-первых, она снижает риск заболеть, получить осложнение или даже умереть от инфекционных заболеваний. Вакцинация сдерживает распространение болезней. Если перестать прививаться, иммунитет ослабнет, инфекции вновь возьмут вверх. Отказ от вакцинации приведет к вспышкам болезней, возрастет число больных. Сегодня в сети часто можно встретить информацию об опасности прививки от гриппа для здоровья. Приводимые доводы, как правило, не имеют под собой оснований. Миф первый. От вакцины можно заразиться гриппом. Это не так. В препарате содержатся лишь фрагменты неактивных вирусов. Поэтому даже человек со слабым иммунитетом не заразится. Миф два. Вакцина спасает только от одного типа гриппа. Это тоже неверное утверждение. В каждой прививке минимум три штамма вируса. Каждый год вакцину разрабатывают на основе высокоточных прогнозов Всемирной организации здравоохранения. Миф третий. Прививаться нужно только детям и пожилым. В последние 20 лет вирусы гриппа все чаще атакуют именно молодых людей. Вакцинация поможет исключить большинство рисков. Миф номер четыре. Защититься от гриппа можно обычными витаминами. Безусловно, здоровый образ жизни полезен, но вакцинация – единственный верный способ не заболеть и не получить осложнения. Миф номер пять. Прививку нужно делать в конце ноября перед сезоном гриппа. Это неверное утверждение. Первые очаги эпидемии могут возникнуть уже в октябре, а на формирование иммунитета уйдет 2-4 недели. Делайте прививку как можно раньше. Жители города могут сделать прививку в первой поликлинике. Кабинет сейчас находится в физиотерапевтическом корпусе или во второй поликлинике. Перед вакцинацией необходимо посетить врача-терапевта. Сама процедура безболезненна и занимает по времени не больше двух минут. Скажите, пожалуйста, вы всегда проходите вакцинацию от гриппа и почему? Ну, как вам сказать, у доктора по наблюдениям, у лечащего врача после ковида постоянно делают и прекрасно себя чувствуют. Не болели после этого? Нет, вообще нет. Также около центрального входа продуктовый рынок по улице Красной начал работать мобильный пункт вакцинации от гриппа. Чтобы сделать прививку, нужен только паспорт. Позаботьтесь о своем здоровье и сделайте прививку вовремя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова